В среднем за сутки в центр приема и передачи сообщений людей с нарушениями слуха поступают 7-8 звонков. По ту сторону компьютера, планшета или телефона всегда находится переводчик жестового языка. Валерий Савицкий согласился на интервью сразу после ночной смены. Сегодня она у него была спокойной, но иногда ночью бывают напряженными. Ночью бывают, конечно, не так часто, но бывают, особенно с вызовами скорой помощи, потому что врачи скорой помощи находятся на квартире, и мне нужно с ними общаться, то есть они задают вопросы больному, я на онлайн-связи постоянно, потом человека увозят в больницу в приемном покое, также идет связь онлайн. Был у меня случай до полпятого утра, человека из больницы в больницу перевозили, никак не могли ему диагноз точный поставить, то везде, то есть их скорая помощь, через телефон, видеосвязь, и в приемном покое, и в палате, и с доктором. Характер обращений разный. Это может быть как заказ столуна к терапевту, к стоматологу, звонок к нотариусу или в ЖКХ, так и вызов экстренной службы МЧС, милиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы, газовой сети. В таких ситуациях дорога каждая минута, и исход событий зависит от оперативности и слаженности действий сотрудников центра. Людей, которые понимают, что говорят руками, случайных людей здесь не бывает. Я родился в семье глухих, родители у меня глухие, это жестовый язык, он у меня как второй родной язык, но со временем я понимаю, что так как у нас и нехватка переводчиков жестового языка, и хотелось как-то тоже какой-то свой вклад нести в это. Я съездил, также в Минске отучился, получил сертификат, удостоверение, и решил посвятить себя немножко. В основном там вопросы медицинского характера. Отложить талон к расчету, позвонить в аптеку, вызвать скорую помощь. Потом правовые тоже есть вопросы. И к нотариусу. И очень часто звонят в наш центр, просят переводчика, например, в следственный комитет, когда там есть дела, судебные какие-то дела. Это тоже они обращаются в этот центр. Как бы связь у нас с ними крепкая такая. Все вопросы решаем сразу, оперативно. Информационные центры для людей с нарушениями слуха сегодня есть во всех областных центрах в Беларуси, кроме Могилева. Там открытие состоится в августе. О востребованности центров красноречиво говорят цифры. Только в Брейской области в настоящее время на учете более тысячи людей с нарушениями слуха. И каждому из них нужна помощь. Я думаю, что для всем глухим этот центр обязательно нужен. Очень много глухих не знают, как обратиться в поликлинику, например, в скорую помощь.